У него побывали лучшие врачи, а вы самый лучший. О, простите меня. Я думаю, что любые лекарства здесь бессильны. Дуняша, вот и я. О, явился, не запылился. Как раз очень запылился. Это ты-то запылился? Проголодался. Нет уж, это я запылилась тут, в этом душном чулане. Обещал ведь хоромы. Да все вы одинаковые. Это ты о чем, а? Да о племени вашем, бабьем. Надо же, говорит, вылечу. Только пусть, говорит, женится на мне. Условия ведь. Как же, Старин? Князю. Это ты про кого? Да, про февронью эту, странную, из Ласково. Ну, та, что молитвы исцеляет. А князю Павлу ты про эту февронью сказывал? А, и еще чего. Ну и балда же ты у меня, помощка. Фомушка мой, все силы свои положил, чтобы только разыскать ее. Несколько ночей не спал, голодал. Это все, Дуня. Жизнью рисковал. Жизнью рисковал, между прочим. Ну ладно, на. Ох, не доедет, Петр. Ой-ой-ой. Совсем же слабенький. Трогай. Сдается мне, что это последняя надежда. Продолжение следует... У меня нет! Я... Я кушаю! Откримался, сердечная морковка, боже! Значит, намазался вот этим, и всё? Да, и его хворь быстро пройдёт. Ха! И это всё твоё лечение? Тело, да, мазь вылечит. Но чтобы его душу исцелить, я всегда должна находиться с ним рядом. Иначе полного исцеления князя не будет. А ты передал Петру мои слова? Ну, а как же? Куда я денусь-то? А женили вы меня за моей спиной, значит. Вижу, что отвар мой помог. Но банька уже истоплена. Ждёт тебя, Пётр. А ты знаешь что? Пока я буду в банке, садки мне рубаху из этого льна. В ней я и пойду с тобой на венчание. Ладно, договорились. Ну, а ты тогда, пока я весь лён расчешу, смастери мне вот из этого полена хорошую прялку и веретено. Из этого прялку? А ты уверена? А из этого льна рубаху. Ха-ха. А я ведь... Я ведь где-то тебя видел. Ну так давай вспоминай. Пётр, змеи борются. Так это ты была тогда в лесу? Да уж не ведьма ли ты? Я слышал, что варят они своё зелье из заячьих лапок. Ты прав. Услышать можно всякое. Да не во всё верить нужно. Ну да. Небось приколдовала меня тут своим зельем. А то я что-то насмотреться на тебя никак не могу. Может, это потому, что я тебе по сердцу? А может, ты сама в меня влюбилась? О, это ж меня. Быть может. Тогда быть может. Поцелуешь меня? А вот повенчаемся, тогда и поцелую. Но для этого нужны два кольца венчальных. Колечко простое. До слова княжеское. До слова княжеское. Льёт с небес веренье Песню грустную Ты так далеко, Но сердцем я не одна. Как же жить теперь С этим чувством в руке Всё лишь потому, Что знаю я ты Свет моих глаз И как пламя от свечи Освещаешь путь в ночи И я иду к тебе Ты свет моих глаз Мы с тобой обручены И судьбой повенчаны На небе и земле Пусть моя любовь Хранит тебя от зла От бед и потерь И от мирских невзгод Я всегда с тобой Как в руке рука Всё лишь потому, Что знаю я ты Свет моих глаз И как пламя от свечи Освещаешь путь в ночи Никто не верил, А вон как вышло. Полюбил князь Муромский Простую дочь Древолаза Февронию. Но чтобы любовь молодых окрепла, Были посланы им Испытания на верность И на твёрдость Слово княжеского. Вот так-то, княжи. А мне-то говорил, Что и на византийской принцессе Никогда не женися. А сам уже невесту выбрал. Но нам же ведь в Муром пора ехать. Да, ты прав. Я же брату слово дал Сразу же вернуться. Что ж, Слово надо держать. Вот, держи. Я плату Не беру. Это ж княжеский дар. Он от чистого сердца. Передай ему. Не Б Р До встречи, Пётр. Давайте живее. Пум-пру-пум-пу-пум. Долго сказка сказывается, Да недолго Петя женится. А мне говорил. О, гляди на небо, князь. Что? Что, что? Снег уже идёт. Что? Не видишь? Не вижу. Вот и я его не вижу. Ты же сам сказал, Что женишься, Когда снег летом выпадет. Ну, а чё у меня есть с другой стороны особенного? Забудь её. А кольцо её выброси, и всё. Знаешь что, Фома, помолчи-ка. Без тебя разберусь. Наконец-то. Пётр, ты здоров. Она тебе помогла. Вот так чудо. У самой смерти вырвало. Так чем же ты отблагодарил Февронию? Всё потом, брат. Слаб я ещё. Устал с дороги. Ладно, всё верно. С дороги отдохнуть хорошо надо. А завтра начнём дела важные разбирать. Выздоровел таки. А ты что, плохо видишь? Да я о Петре. Исцелила его та девка из Ласково. Где мой амулет узнала? Спрятан в хранилище. Вот только ключ от него Князь Павел всегда при себе носит. Так достань его мне. Княже, княже, А про колечко ты решил смолчать? Да в своём ли ты уме? Чтобы князь на простолюдинке женился? Ты не переживай так, а. Ну было бы из-за чего. Какая-то там Феврония. Ну и что? Подумаешь, княжеское слово тоже мне. Сказано, хватит. Всё, 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 всё. Не, никто ничего не скажет, князь. Никто об этом не узнает. Пошёл. Прощай, мою ласковую. Как там мой Пётр? Указы, брат, Не по своей прихоти писать надо, А по нуждам народа твоего. Здравствуй. Обо всех помнить. И за исполнением следить должно. Вот, взгляни-ка, князь. Налог сработали новый. Да не соберём, ух. Взгляни-ка. Как тебе новый налог? С каждой животиной по копеечке, А казне доход. Что скажешь? Не разберу ничего. Буквы на листе пляшут. Дай-ка. Казна муромская должна не с поборов Нищих людей расти. Буквы на листе пляшут.